Интересная модель автобуса, можно сказать, что это электробус в окраске МОЗ Транса стоит 45 тысяч рублей. Сколько я снимал обзоры, нигде такого не было. Всем привет! Вы на канале Тойхаус, здесь лучшие обзоры для вас, для самых лучших людей. Поэтому, если ты первый раз на моем канале, то обязательно подписывайся и вступай в армию лучших людей. Ну а сегодня у нас интересная модель автобуса, можно сказать, что это электробус, можно сказать, что это просто автобус. В общем, довольно интересный автобус в окраске МОЗ Транса. Вот такой вот большой автобус. Ну, в принципе, похож он на Лиас. Есть такие же троллейбусы, но я вот решил приобрести именно, не знаю, мне понравился автобус. Тем более, я хотел купить прям электробус, но посмотрел цену на него, именно в масштабе 1,43, металлическая модель электробуса МОЗ Авто Транс, стоит, по-моему, 45 тысяч рублей. Эта модель мне обошлась, сейчас скажу вам, практически в 45 раз дешевле. В общем, как-то так. Где купил, если получится, ссылку закреплю в описании будет, заходите, если что, заказывайте тоже. Ну что ж, со светом, звуком открываются двери. Стоимость составила, сразу могу сказать, это 1200 рублей. Вы можете найти дешевле, может быть, там чуть дороже, может быть, даже до 1000 рублей. Ну, примерно ориентируйтесь, 1200, его средняя цена. Итак, что хотелось бы сказать еще по данному автобусу. Масштаб заявлен 1,43, фирма-изготовитель, это PlaySmart, но бывает, в коробке написано, по-моему, Автопарк. Здесь вот маршрут написано, PlaySmart фирма. Ну, ничем не отличается, что Автопарк, что вот это, все одинаковые, они просто разные коробочки. Сделано в Китае. В данной серии у нас еще может быть троллейбус, но у троллейбуса, посмотрите, тоже откидывается капот и будет звук мотора. Но мы знаем, что у троллейбуса, в принципе, нету звука мотора. С этой стороны вот еще окраски какие есть, оранжевые, зеленые, желтые, ну, полу такой какой-то, не пойми какой. Вот оранжевый, это красный, оказывается, и зеленый. Троллейбусы и автобусы, соответственно. Ну, вот это, мне кажется, самое-самое шикарное. Ну, что ж, достаю, я его уже открутил, чтобы он у нас ничего нам не мешало рассматривать. О, есть инерционный механизм. Вот такой прям плавный. Кстати, называют этот механизм вообще фрикционный, но везде на коробках написано инерционный, поэтому я всегда говорю, что это инерционный механизм уже, чтобы не путать людей. Ну что ж, давайте, передняя часть выглядит вот таким вот образом. Опа-на, очень классно на самом деле здесь все сделано, довольно симпатично, смотрите. Вместо названия автобуса здесь номер 5430А16. На номере самом написано автотранс, да? Ну, мы все понимаем, что это МОЗ Автотранс, потому что расцветка прям именно в такой символике МОЗ Автотранса. Хотя, может быть, сейчас в других городах тоже в такой цвет все красит. Не знаю. Значит, дворники сделаны вместе с лобовым стеклом, они из белого пластика, их можно подкрасить, они довольно аккуратные, кстати. Довольно аккуратно смотрятся, очень интересно довольно. На макет надо поставить, посмотреть вообще, как он будет вписываться. Городской маршрут номер 16 у нас идет. И я смотрю, довольно-таки аккуратные сидения там в салоне. Вообще, вот форточки все сделаны довольно аккуратно, посмотрите. Вот, прям для такой, можно сказать, машинки, да, все сделано довольно-таки качественно. Зеркала у нас сделаны один деталью из мягкого пластика, даже такая полурезина какая-то. Место водителя очень шикарно. Руль, посмотрите, само место. Прям супер. Удивительно, на самом деле, сделано довольно вообще хорошо. Даже сидения, вот сидения меня удивляют. Прям их покрасить можно в цвет, да, бывает, они тканью там обитой. И прям, как бы, будет супер. Неожиданно, неожиданно. Здесь у нас, значит, значок, что данный автобус подходит у нас для инвалидов. Он считается низкопольным. Да, вот видите, низкий пол, высокий, как бы, потолок у данного автобуса. Вот, кстати, логотип МОЗ Автотранса. Здесь у нас также маршрут номер 16 написано. И задняя часть выглядит вот таким вот образом. Смотрите, занос один метр даже написано. Это у нас, я так понимаю, механизмы для рок, которых здесь нет. И вот эти тоже для рок у нас лежат. Ну, видать, модели одинаковые идут, а, как бы, разные модификации. Поэтому решили не заморачиваться. Но, в целом, мне нравится. Ну, что, давайте откроем. О! Обалдеть! Открываем просто двигатель, да, капот, так сказать. И сразу у нас происходит звук мотора. Прикольно. Ничего не могу сказать. Это всё сделано, кстати, из пластика. Вся модель выполнена... Вы слышали это? Вы слышали? Вся модель выполнена из пластика, повторюсь. Ну, давайте вот этот звук мы ещё раз с вами послушаем. Да ладно! Вот это потрясающе! На самом деле, это неожиданно! Честно, такой звук ещё, звук закрытия капота я нигде не встречал. Вот честно, сколько я снимал обзоры, нигде такого не было. Ладно, давайте нижнюю часть посмотрим. Нижняя часть у нас выглядит вот таким вот образом. В принципе, небольшая проработка присутствует. Резиновая покрышка на колесе одета. Здесь у нас одинарные колёса, здесь у нас спаренные, соответственно. И инерционный механизм спрятан вот в этих местах, поэтому здесь прохода как такового нету. А вот отсюда попробуем заглянуть в салон. Получится у нас это сделать. Нет, не получится. А, здесь темно, здесь ничего не видно, здесь сидушки. Открываются двери вот таким вот образом. Хоп, пальцем. Ребята, добро пожаловать. Вы совершите поездку по самым интересным местам нашего города. Да, интересненько. Это я даже не думал, что так будет. И смотрите, вот здесь вот кнопка у нас. Вот здесь кнопка. Нет, давайте мы посмотрим салон всё-таки. Вот так вот. Каждую дверь, вот место водителя. Звук, конечно, этот прям, ну, на любителя, я могу сказать. Место водителя сделано шикарно просто. Здесь тоже. Нет поручни, я заметил, обратил внимание, что нет поручни. Ну, ладно. Смотрите, у нас находится вот здесь вот кнопка наверху. Вот она. Нажимаем её. Опа. Которых там нет. О, и горят у нас передние фары ещё. Получается, по дверям два звука у нас идёт. И, наверное, нажатие на колёса будет звук. А нет, всё. Здесь больше. Получается, всё, так мало. Ну-ка. В зоопарк идут ребята, школьники и дошколята. Здесь есть слон, леопард и тоже обезьяна. А ну, птик, большой медведь. Ну и, конечно, лама. Интересно. Выкрываем. Следующая цирк. В общем, смотрите, вот эти дверки, в принципе, никак не реагируют на, ну, на включение звука. А только передняя дверь. И нажимаем. Остановка, цирк. Приготовьтесь к выходу. В цирке большой аттракцион. Выступают игры, слон. Акробаты и атлеты. Покупай скорее билеты. Ну, ничего так. Закрываем. Следующая остановка. Следовый каток. Соблюдайте безопасность. И отливы запорные. Обалдеть, сколько звуков. Открываем, приехали, да? Следовый каток. Так. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. На катке веселье, смех, музыка, будильник для всех. Здесь ребята друг за другом едут на катках по кругу. Ну, я-то думал, несколько звуков, а тут вы видите, сколько. И все, по-моему, больше ничего не сказали, да? Закрываем дверь. Обалдеть, еще будет у нас. Приехали. Остановка, банк развлечений. Здесь можно гулять, кататься, веселиться. В веселом паровозике всем прокатиться. С огромным удовольствием и взрослые, как эти, по парку в нем прокатиться. Счастливее всех на свете. Нормально. Следующий не стал. Ну-ка. В общем, и вот. В общем, все вы сами видели, да? Клевый, на самом деле, автобус. Мне понравился. Много звуков. Ну, да, они пусть своеобразные, но, тем не менее, сама модель, можно сказать, что эта модель получилась довольно-таки достойно. Ну, мне нравится. А вы напишите свое мнение в комментариях, как вам данная модель автобуса. Ну, и смотрите, как он смотрится у нас на макете, да? Давайте поставим вот так вот рядом автобус ЛАЗ. В принципе, очень даже они как бы нормально гармонируют. Это первое. А второе, давайте мы его измерим в метрах, сколько получится он в метрах в 43-м масштабе, если брать. Итак, это, получается, 12 метров где-то автобус у нас. Не знаю, сколько должен быть, но, получается, вот, 12 метров. Все. Такой вот видос. Если вам понравился, то с вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok